Одним из главных условий участия в конкурсе «Это у нас семейное» было присутствие трех поколений. Тобольск представила команда семьи Гафаровых и Синеевых из шести человек. Мама с папой, трое дочерей и бабушка. На первом дистанционном этапе несколько заданий. Например, снять ролик о приготовлении еды, создать герб и составить летопись семьи. Были еще спортивные состязания. Мы устроили йога-челлендж, кажется, он так назывался. Все было очень весело, на самом деле. Мы украшали дом к Новому году. Также дистанционно проходили интеллектуальный тур. Это было очень весело. Да, это тоже была на дистанции. То есть мы, да, именно этот этап, мы, получается, были на связи. Физически находиться друг с другом рядом не могли. Быть всегда на связи и не привыкать. Каждый занят своим делом. Однако дня не проходит, чтобы не позвонить родным. А подготовка к конкурсу сблизила еще сильнее. Он интересно выстроен изначально даже на дистанционном этапе, на этапе подготовки к поездке в полу, в финал, в финал. То, что разная информация по поводу организации, проживания, трансфера и так далее присылается разным членам семьи. И даже вот на этом этапе конкурс направлен на сплочение и на взаимодействие всех членов с семьей. Младшие Гафаровы говорят, главный секрет их сплоченности – дружба и принятие друг друга такими, какие есть. Старшие в семье подтверждают. Я очень довольна своими детьми, девочками. Они у меня молодцы. Всегда это самое, когда в трудную минуту, всегда помогают. Когда надо, они всегда вместе. Я всегда даю наставление, чтобы они всегда были вместе, всегда друг друга поддерживали, не бросали. Табаляки вошли в число 300 финалистов. Последний этап прошел в Подмосковье. В награду они получили семейное путешествие. И, конечно, этот опыт оставил незабываемые впечатления и большой заряд энергии. Столько народу приехало. И оказывается, на самом деле, матушка Россия еще не исчерпала свои рисунки. Есть у нас люди, есть у нас костяк. Это называется семья, на которых держится общество. В число победителей вошли 32 семьи из разных уголков Большой России. Одной из обладательниц главного приза 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий стала команда из Тюмени. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время.